Когда температура за окном приближается к плюсовой отметке, ангарчане все чаще задумываются о том, когда отключат отопление. Но здесь речь идет о запланированном графике. А если же батареи остыли раньше срока, тогда стоит проверить себя на предмет задолженности. Накануне представители ресурсоснабжающей организации отключили одного из должников о теплосети. Обо всем подробнее далее в сюжете. У нас производится отключение в ТК-26А улицы Карла Маркса. По уведомлению энергосбыта отключаем потребителя, закрываем задвижку номер 1 и 2 в ТК-26А. Как минимум в одной местной коммерческой организации Ангарска отопительный сезон завершился раньше, чем обычно. По данным Иркутской энергосбытовой компании, у потребителя имеется серьезная задолженность по оплате за теплоснабжение. Согласно букве закона, энергосбытовая компания обязана проинформировать должника посредством направления уведомления, предупреждения для погашения задолженности. Если же все меры исчерпаны и направленные уведомления проигнорированы, то поставщик вправе прекратить поставку ресурса, полностью перекрыв подачу тепла. Причем для этого не требуется решение суда. Мы действуем в рамках действующего законодательства, то есть как положено предупредили, провели телефонные разговоры даже. Но потребители категорически отказываются, то есть мы соблюдали все нормы действующего законодательства и провели процедуру введения ограничения. Задвижка номер 1 и 2 отключена. ДК-26 потребителя окончена. Как отмечают представители Иркутской энергосбыта, такие меры применяются в крайних случаях, когда предупреждения не помогли. Дело в том, что отключение должника от системы теплоснабжения сопряжено как с материальными, так и трудовыми затратами. Расходы могут доходить до 62 тысяч рублей. Эти траты компании предъявят к оплате должнику. При этом поставщика ресурса такие сдержки могут привести к смещению сроков проведения ремонтных работ на городских тепловых сетях, отмечают специалисты. Поэтому энергетики призывают всех клиентов своевременно оплачивать счета за тепло и электричество.